Со 2 августа родителям школьников начали выплачивать по 10 тысяч рублей в качестве единовременной социальной помощи. Жительница округа Юлия Задорнова тоже получила выплату на ребенка. Как семья готовится к новому учебному году, узнала наша съемочная группа. Вот так вот я планирую пойти на линейку 1 сентября. Кира Задорнова перешла в 8 класс. Начала подготовку к учебному году с покупки школьной формы. За лето девушка выросла. К 1 сентября учебный гардероб придется обновить. До встречи скучаю уже по всем. Недавно ходила в магазин, купила вещей, одежду. Вместе с мамой Кира подобрала юбку, брюки, несколько рубашек. Выплаты в рамках господдержки пришлись к стаде. Материальную помощь планировалось начислять с 16 августа. Но президент сроки перенес. И уже 2 числа семья смогла приступить к покупке новых вещей. Я очень благодарна этим выплатам. Я сейчас не работаю. Мне как раз это денежка, чтобы приготовить ребенка к школе. Сейчас, к сожалению, цены в магазине приличные. Но мы уже закупили и тетради, и частично форму. Ну, еще по мелочи осталось докупить. Вот это моя любимая ручка. И получается, тут много цветов, чем можно обводить и даже писать. Восьмой класс. Еще не старшая школа, но уже серьезный этап. Появятся новые предметы. Кира немного волнуется перед первым сентября. Ее поддерживают любимые питомцы. Сидеть. Дай лапу. Будешь меня будить по утрам? Будешь? В эти дни многие семьи начали подготовку к школе. Выплаты начисляют на детей от 6 до 18 лет. Есть отдельная категория – школьники с ограничениями по здоровью от 18 до 23 лет. Которые продолжают обучение по общеобразовательным программам и числятся учениками школы. Их родители тоже имеют право на материальную помощь. Граждане, у которых детки рождены не на территории Российской Федерации, но имеют гражданство уже России в настоящий момент, должны обратиться в клиентские службы пенсионного фонда. Срок рассмотрения заявлений – 5 рабочих дней. Выплата осуществляется в течение трех рабочих дней. Прием заявлений мы будем осуществлять до 1 ноября 2021 года. В этом случае деньги начислят до декабря текущего года. Те, кто еще не успел подать заявление, могут это сделать через госуслуги или в личном кабинете на сайте ПФР. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.